всем привет привет подписчикам канала привет тем кто случайно зашел на огонек как и обещал зимой когда эта лодка стояла еще в квартире только я ее получил я говорю что расскажу про нее когда выйду на воду и вот этот день случился вышли мы на воду первый раз на ней по рыбачить по рыбалке ничего не поймали но рассказать уже об этой лодке ну что-то можно я бы никогда в жизни не поменял своего кайма на 330 по ельную на что-то другое мне ее хватало и по размеру и вдвоем можно было и в одного но с возрастом стало тяжело собирать дно и вот пришел момент что пришел я поменять где-то я об этом задумался года два назад в то время мой брат взял в себе лодку фрегат 330 аир но я с ним как бы порыбачил на рыбалках приятно удивило что кокпит у него 330 лодки был ну очень просторный большой вдвоем рыбачить великолепно у него мотор он взял mercury 99 light что 26 килограмм весит но облегченный она у него на глиссер выходит вдвоем ну чудесно короче говоря моторчик легенький я делал обзор не обзора просто когда он ее купил мы приехали в рэп и там есть ролик об этом подсказочка вылезет вот тогда было фрегат 330 и ракета эдиковская ракета вот они ее об обкатывали этот этот мотор обкатывали лодка понравилось я решил что not по здоровью тяжело собирать мне каймана решил поменять лодку так как у меня мотор suzuki 15 и вот брать 330 но это пуля то бешеный матрас просто был бы я решил взять не 330 как у него а 350 у него все-таки толщина транса побольше чем у 330 ну а колеса трансовые что на ту что на эту лодку все равно ну как быть делать надо чтобы ее передвигать и к воде что так что так ну вот остановился на 350 кокпит или кокпит как ударение правильно делать здесь два метра 60 если память не изменять 61 сантиметр вдвоем с моим оператором мы вчера поплавали правда под электромотором потому что тут как бы на suzuki чё тут делать озеро небольшое томочка скажи да просторная лодка кстати вот то у меня сегодня в качестве оператора снимает оператор от бога делает все правильно все как надо по лодке что по лодке вот это вот новая их не 220 их не а и их продукт 22 года может быть 21 не знаю одним цветом серая раньше они делали темно-серый корма нос светло-серый здесь была эмблема f буква такой вот квадрат здоровый ну по этому поводу что сказать нет квадрата и не надо потому что некоторые рыбаки здесь клеят рим и его надо или отрывать или на него как-то так извращаться или сбоку ну все лодка и так там написано фрегаты написано фрегат узнаваемая тут как бы это самое ну нормально что короче они себе производители работу облегчили нет цвета не это самому и ну и ладно по цвету я им звонил на завод я вы не делаете случайно вот аир чтобы было там черно-красная вот или ну других цветов они нету мы делаем горит но друг другую модели черно-красный игру мне другой не надо мне надо бы вот такой нет не делаем ну завод большой видимо не заморачивается а так бы конечно я бы черно-красного цвета бы ее взял бы ну было бы это сама ну вот серенькая серенькая кстати по тому как нагревается серый цвет на солнце белый самый такой дождик пошел нормально лето в сибири у нас серый у нас нагревается на солнце также практически как и зеленый я это самое когда смотрел ролик там прибором в жаркую погоду выкладывали несколько этих самых цветов серый черный белый зеленый красный голубой и замеряли температуру сейчас придется прятаться наверно в машину от дождика то серый это не самый такой идеальный цвет я тут если это сама не забуду просто табличку выведу температуры нагрева что еще значит значит светом вот так вот получилось серенькая по поводу весел это вот у меня уже крепление я сделал это сама для подсачка сюда ничего клеить не буду как не буду клеить рим потому что вот вот такой вот я сделал это самое на алиэкспресс кулачковый механизм для троса ну елки-палки ладно будем да то самое да да снимаем уже до конца что этот дождик когда он там кончится там сизо там все сизо по поводу весел походили походили давай к берегу подгребать ну и первый раз гребанула она получилась надо короче здесь откручивать и выравнивать весла по длине под себя подстраивать и по этому по углу атаки по поводу вот этой вот ерунды я не знаю стоит 200 рублей почему производитель клеит вот эти вот как бы фиксаторы для весел его просто вот это вот пальцы обломать не защелкнуть я не знаю для чего фурнитура вот 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 именно вот это никуда не годится вообще позор из позоришь если у меня на каймане 330 допустим даже осенью в холодную погоду она защелкивается на пеликане грибной лодочки тоже идеально все раз защелкалась никуда не сваливается не вываливается защелки задерживаться тут вот пальцы можно повыворачивать себе так-то лодка хорошая по размеру по ширине по весу цена не космическая как вот на плана такого лодок но вот это вот защелки ну прям это сам позор 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 из позоришь да что еще про эту лодку сказать лодка как лодка по это сам по подушечке я как бы оказался прав в своих умозаключениях сидишь на банке удобно надо тебе перед у нас ты вместе с подушкой даже двигаешься все чудесно я как говорю уже мне не нужна подушка на всю банку нормальный вариант ночью все еще осталось трансовые колеса и еще что-нибудь это самое кресло поворотная я уж тут не знаю какую как решить это но еще подумаю а так так вот так вот все все по лодке лодка хорошая если бы не понравилось я бы ее не брал брал бы что-то другое но вот некоторые такие мелочевочки в плане вот это просто деревянные дубовые ничего лишнего все что надо есть ручку приклеивать держаться может быть а может быть это сама этот как бы момент я сделаю в раме поворотного кресла ручку как бы там видно будет что еще вот по поводу этого самого коврика отличная штука просто просто отличная штука рекомендую нахваливать не буду там все это в интернете есть говорят очень много про него отличная штука понравилась мне она вот это вот изделие коврик отличный началось все всем пока всем до новых встреч эта рыбалка у нас без рыбы получилось отдохнули все пока пока что-то будет это самое сладкое буду буду это какие-то изменения будут сообщать об этом рассказывать пока вот так вот а а еще вот есть вот такой столик сто лет в обед и киевский покупал я их два купил потому что цена была что-то 90 рублей что ли лет блин я не знаю сколько им короче врать не будут даже 90 рублей помню поехал думал 90 рублей вроде бы как деньги небольшие а до штуки вот его тоже на эти клипсы будет вот здесь вот прищелкиваться будет столик вот так вот стоять две клипсы на 30 чё там 5 или 32 подвесло под это все на этом все пока пока до новых встреч увидимся на рыбалке